вот что сделал покажу уже крепко очень держится все это вот извиняюсь хочется сказать всю высоту вот это вот такая конструкция вот так вот ну что сказать закрепили три штуки вот первые две штуки помогли мне поднять вот потому что вот первая балка эти он более тройной идет в основном у него везде на втором этаже на третьем более толстая поэтому по весу он очень тяжелый был без силы людей одна лебедка могла бы поднять но сами крепления со что ребятка привязана вот ролик на дереве лебедка там системы покажем упаковал дождик идет вот то есть не был уверенный в креплениях с ну самих канатах которую привязанную ролик верхний блок вот ну в общем то поднялись закрепили сейчас покажу сдалека дождик моросит работать не дает к сожалению не успел в сроки хотел клетку спеть но по десяткам причинам старался все время ну вот успел лишь к зиме вот но задача сейчас успеть каркасом собрать и накрыть его тентом купил большой тент который прям весь дом специально паяли привозили с новосибирска по моему вот и огромный тент собрал из баннера баннерной ткани и вот буду накрывать чтобы перезимовала зимой по чуть-чуть внутри добью клетки половых лак дотяну определенные детали вот конструкцию буду усиливать дотягивать друг другу и дополнительные бруски будут идти вот особенно на где балка выходит от скажем балка второго этажа плава вот половая лага вот там будут русские от лаги до лаги на которую обшивка будет стен и обшивка пола туда буду это все уже закомплектовать зимой кстати вот это лестничная площадка будет вот проем уже лестничный виден вот тут уже лестница у нас довольно таки широкая будет прилично для таких в габариты дома будет очень большая лестница свободно по многим причинам чтоб картины поднимать спускать удобно было и взрослым людям тоже было спокойно подниматься спускаться и чтобы был вид так скажем наверх хотя бы немножко больше потолок ощущался также вот сейчас покажу вот тут между вот так скажем вот этой 45 сантиметров пустота и тут пустота 45 сантиметров следующий будет 70 сантиметров и тоже пустой проем пойдет будет красиво видно вот эта балка по и по каковой причине потому что тут будет стоять вот сейчас вот тут будет стоять мольберт которую большой и он умеет подниматься до 5 с половиной метров даже высота поднимается поэтому тут будет еще один проем параллельно к лестничному проему мольберт будет стоять и холсты поднимать когда верхней 4 мольберта поднимается высоко и в принципе он будет подниматься залезать во второй этаж спокойно спускаться пока я пишу вот такой дом ну продумываю вот конструкция высоко туканька земли грубо говоря сейчас попытаюсь подняться до уровня второго этажа и вас вам показать вид рискованно конечно в грязь лягать и все остальное сейчас подниматься так скажем попытаюсь показать потому что вид видели только те кто тут залезали работали остальным только по рассказу это я вот показываю вид со второго этажа вот что будет то есть уже со второго этажа вот за деревом там храм находится задней части . вот не весь наш сад нижний там вот так скажем сейчас он там уже поле видно это еще уровень второго этажа на третьем этаже конечно впечатляющий но вряд ли я сейчас залезу держа телефон и вот смотрите вид вид на долину вот это вид со второго этажа на нашу территорию нашу резиденцию вот и вся долина на ладонях это второй этаж всего лишь вот уже видно те поляна когда светлая погода еще лучше видно было конечно и дальше вот вид встретив этого этажа это просто фантастический уже видно за этими деревьями что есть просвечивается где просвет есть за этими деревьями просвет видны там уже вся поле видно уже еще лучше так скажем и более полноценная начинает видно становиться вот то поле и вон то поле и даже вот храм там он просто за деревьям прям скрыт кусочек храма вот вот такие дела вот там еще третий этаж если подниматься вот такое дело строим дом о фрейм высоте так скажем птичьего полета почему такой вид потому что внизу там долина вот яма там раньше было огромное озеро водоем от реки то есть тудри катить течет до сих пор но она стала очень тонкая как русло с годами вода ушла вот ну в общем такие дела вот так скажем работаем трудимся строю а фрейм своими руками все сам вот даже в дождь поднимаюсь наколачивала буквально дотянул ставили чуть-чуть зацепили а сейчас я уже закрепил добил и живот третий ряд у нас пошел что сказать если все говорят дом быстро и легко это не так это ложь конечно если в компаниях где-то на производстве много людей собирают это все пилят чертят проектирует архитектуры коммуникации рассчитывают да это возможно там для клиента который заказал ему уже готовы отработанную вещь поставили там быстро поставят нет я делаю очень хорошо работаю сравнивал свою силу неоднократно уже свои так скажем темпы качество с другими специалистами когда привлекал и в ремонтах и так далее чтобы мне что-то где-то ремонтировали или делали у родителей или у знакомых работаю лучше многих профессионалов и специалистов важно на два-три силы два-три человека меньше результата выдают чем я это было проверено неоднократно мною потому что делаю дум на точечно и прямо в цель и быстро 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 если работаю быстро 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 темпы вот остальные все так работают в основном большинство ну если только очень большие деньги заплатить все будут также шевелиться наверное или только если до себя вот поэтому возможно где-то все слышат что это легко и просто кстати еще кое-что скажу в россии мало таких высоких строит как у меня будет по причине того что по такой ширине отношение ширины к высоте у меня дом 19 градусов всего лишь это просто очень острый и высота у него 9 метров вот три этажа таких афрейм россии мало строить если где-то строить то это уже серьезные компании много людей только кранами и всякое такое делаю сам своими руками